всем привет сегодня хотел поснимать что-нибудь новенькое а то уже как бы в последнее время показывает одни забастовки и показывает что-то дождь и все сегодня хотя бы в нашем районе забастовки вроде как не происходят и не происходит этот самый и вышло солнце так что вот он это сегодня ночью было даже прохладно скажем так а днем 25 вот солнышко вышло я тут сходил на работу теперь купил фильтр который я показывал что вчера искал сейчас кстати пойду померяю тот ли я купил или нет потому что женщина которая продавала у нее были большие маленькие я говорю второй номер она это я не знаю какой из них 2 это или не 2 очень мы договорились взял меньший потому что мне надо второй номер померяю дома если все окей значит останется этот если не окей я приду она мне поменяет на более больше потому что маленький был один а тех они еще два осталось ладно сегодня у нас сегодня среда так сейчас пойдем по этому залу хотя не хочу идти пока бельда там уже сто раз ходил здесь конечно может не так красиво как на кабеля но зато спокойнее и слышно звук лучше потому что меньше шума он кабельда рядом один квартал или кто там еще не ходил пока бельда могу пока бельда походить значит сегодня среда у меня уже мысли полным ходом насчет воскресенье потому что воскресенье у меня конкурс конкурс рыбаков соревнования не конкурса соревнования рыбацкое соревнование вспомнил прошу мне спрашивать сейчас покажу соревнование рыбалка на каяке да будем проводить за буэнос-айрусом в принципе в пригороде ближнем буэнос-айруса съедутся многие представители рыбалки и мои конкуренты по каналам рыбацким то есть блогеры всякие рыболовные мы с ними раздружились так что у нас будет команда команда наша рыбальская будет состоять из блогеров и у нас будет будут индивидуальные зачет и будет по команда вот у нас будет команда все посижается там смартфон платы других городов и почему я сейчас тут еще потому что вы в эти кабины смотреть я буду потому что теперь мне надо сделать рыболовные снасти для этого конкурса приготовить так как целые ящики я с тобой не могу брать это же на каяке вам надо будет и конкурс будет таков сама рыбалка с 9 до 12 дальше там награждение победителей все такое а с 9 до 12 три часа всего кто большую рыбу поймает не больше рыб а топ большего размера но не учитывается дорадо фишек соответственно можно иметь по условиям конкурса только одну удочку руках и не больше двух одиночных крючков все то есть простых крючков никаких там пробок кормушек это все не разрешается никаких двойников тройников а вот наживка любая соответственно я сейчас очень думаю над наживкой какую взять и надо сделать линию такую которая на два крючка чтобы можно было менять один крючок одну наживку на другую и быстро пробовать соответственно мне надо грузки которые как же называется пасанте коридиса очень с отверстием внутри которые будут скользить по леске вот я иду рыболовный магазин купить штук четыре таких грузика я тоже делать не сегодня сидеть для готовить к соревнованиям потому что условия такие наживка любая не считается хищник дорадо и кто это время и там что-то тоже каяки 10000 ps а там для кон для тех кто команде там тоже какой-то каяк современный там по 3000 ps лучше такое очень мы туда едем больше как говорят наслаждаться жизнью и спортивным азорством чем конкретно за премию потому что у всех у нас кто там участвует каяки существует хотя каяк это вещь дорогая у нас так что нормальный каяк стоит тысяч 17 15 и 20 по разному так что это же конечно никто не откажется под премии но в то же время это самое надо готовиться вот я уже тебе на листочек там записывал что не забыть какую линию сделать так что может какое-нибудь видео покажу следующие такую линию не делая для конкурса сейчас просьбе рыболовный магазин у нас в районе пока вы вблизи два рыболовных магазина можете представить один такой за худо некий вот так вот в галерии потом следующий год и один более-менее но так как он один здесь остальные далеко от нас то он конечно и цену загибает как один знаете сколько хочу стопой беру соответственно я в нем покупает только если мне что-то надо чуть-чуть и все потому что остальное можно купить или китайцы подождать или хотя бы как минимум поехать центр там гораздо дешевле так как и все у нас не любят что в сумале мазинах пряди это захочешь тебя в нем снимал пойду русский сталь вот потом покажу вам пока вы увидели немножко капитал и к новому году уже в некоторых магазинах елочки выставляете игрушки но очень мало там не спрашивает у нас так русский купил пойдем делать линии сегодня ветер даже здесь ну как бы это сильно дует он а прикиньте как он дует если на речь но сегодня передавали что будет на красном ветер я смотрю прогноз погоды там по страницам которые показывают мне направление ветра силу ветра и все такое потому что мне это интересно на случай если я захочу порыбачить на каяке мне надо знать откуда будет ветер отсюда я буду знать будет волна или не будет волна и такая она будет здоровая линия и куда меня будет сносить от берега или к берегу кинт что написано 2 амбургеси по 135 песен он сверху реклама такая висит бургер киос цветочку ёстки цветочку у нас в основном все такие вот киоски цветочка так вот на дороге стоят еще больше таких видел мало магазинов которые именно как магазин кстати магазина грабили смотрите наверняка два дня уже тут это закрыто все побито полицейские стоят и какими-то щитами завязана это кстати по моим тот магазин который я хотел показать потому что в нем вроде бы как новогодние елки всякие стояли сейчас там полицейские два стоят под не стал уже ты каким глаза камерой чтобы показывать телефонная компания клара так дальше банки дальше у нас почта которая переделывает свой делает ремонт которая не носит посыл сегодня слова а вот открылась наверно смотрите позавчера еще была закрыта ну точно открыл с почты который посылки на сегодня почтальона спрашивал говорю прим уже заплаченную посылки я говорю поплатил полтора месяца назад что их вообще не носит он носит такого очень маленьких количества так шишки когда ты на твоей улице наступит праздник аптека что у нас магазин пластиковых всяких винделей типа ящиков коробок и все остальное это типа мы называем такие раньше называют доз по руну китайские самоделки всякие которые там в основном китайские продукты он пару елок выставили китайцы он ставите видите на входе вот где бабки заходит несколько таких примитивных китайских елочек наверное еще с прошлого года остались а и он там уже игрушки какие-то дождики вешать это самый дешевый товар самый некачественный тоже время зато дешевый сравнительно да так что тут у нас еще очень хаттуда магазины дай магазин и главы и всякие киоски шоколадки сникерсы что там кто хочет детская одежда здесь заходил хотел что-то в прошке купить кое-какие вещи у них только две китайские камеры и чехлы для этих самых для телефона и больше ничего нет прикиньте целый магазин они чехли для телефона так этого не было недавно еще это открылись косметика мягкие игрушки чё тут ночнушки костюмчики очень как всегда барахло себя я это не запоминает на света все это запоминает а вот тоже уже начинает елками украшаться так с этим магазин лампочек не знаю я еще елки сюда супермаркет и всякие уже у нас райончик хороший скажем честно детские игрушки которые стоят как космический корабль сумочки супермаркет если мне как раз был у клиента ремонтировали говорит вот кажется у нас скидки хорошие типа да спорт ресс называется типа заплати за два продукта купить а возьми три продукта говорит сначала на сто процентов подняли цену перед этим по сравнению вчерашним него потом устроили два за три типа бабушкам которая сегодня компьютер ремонтировал и тем как начать видео снимать сама такое сначала говорит цену поднимут в два раза а потом устраивать скидку на следующий день два по три и получается когда посчитаешь говорит выходит дороже чем вчера стоило без скидок ладно не будем переключаться на это будем на правильной волне вот мы пошел и направлены вам не знаете что делать а то есть . воскресенье вот чтобы заправлены во мне русские буквы на чуточки на а то есть